Лен, ну шо ты, как дела? Что такое? Ну какое? Ну такое, знаешь, то черное, то белое. Ну, а в основном? Ну в основном я здорова, могу жевать сама решила. Никто, я злой, блядь. Шо случилось? Да у меня сантехник уже, 3 тысячи я ему заплатил, и пока ничего не сделано. Козел? Да, козел. Сегодня срать буду у тебя сегодня. Вадик, ну шо ты? Я заебись. Все в целом как? Все в целом. Постильно? Блин, хотел найти что-то тут, чтобы показать, и вот, и пить там эти. Ну ладно, все хорошо. Ну что, ребята, всем привет. Привет. Это шоты, шоу, в котором комики приносят какие-то ништяки к чаю, рассказывают, как у них дела, а тот, у кого дела хуже всех, заберет все, что осталось. Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Беатлак. Беатлак пригласил. Беатлак. Че кто принес, рассказывайте. Че кому не жалко было. Могу с себя начать. Да нет, давай ты по-конце. Я хотел банку меда принести, трехлитровую, но она стоит 3000 рублей. Согласен. Поэтому я купил круассанов. Они стоят 30 рублей. Мы недостойны, да? Мы оказались недостойны. Нет, ну мед как-то слишком полез. Да и мы 3 литра же не съедим, я так подумал. Но это же забирает победителя себе все и дома съест уже. А, ну вот, я и не уверен в своей победе, поэтому... Круассаны тоже хорошие. Он уже победитель, у него уже дома мед. Зачем? Вы тут еще доказываете еще раз. Все, я уже победил. Хорошо, что не принес, потому что у меня тоже дома хороший мед есть. Мне не надо два меда. Короче, 4 круассана, мак, нутелла, классический и миндальный. Ну это круто, Никита. Самый дорогой миндальный, самый дорогой миндальный. Макс неизбалованный, знаешь, простой мужик круассановый. Там даже если было бы хлеб белый, хлеб черный и вода. Так, класс, Никита. Вадик, у тебя круассаны. Я, у меня, короче, вот ты говоришь, почему ты принес, надо объяснить, да, какая-то история. У меня есть две истории, почему я принес, но я не купил эти вещи. Акция? Которые я хотел принести. Какие? То есть, давайте я вам расскажу, что я хотел. Да, расскажи, расскажи. Про вот это нечего рассказывать. Это просто, я просто купил к чаю лимонный пирог и тартарец голубика. Это просто, ну, вкусно. И ничего, за этим не кроется больше. А я хотел принести вот эти яшки на вот эти вафли, знаете. Да знаем, знаем, что помнили все. Почему унизить? Ну, яшкины как будто бы так себе продукты. Самые дешевые, да, ты имеешь в виду? Ну, да, да. Сначала дешевкины назывались. Ну, они капец какие вредные. Как же это называется? Вафли, которые своеные, пропитные. Венские. Венские вафли, в общем. Я хотел принести их. И есть такие черные пироженки с азбуки вкуса. О, картошка. Они, не картошка, они такие высокие. Это тоже у них есть какое-то название. Я уверен, кто-то знает. Коричневые. В картинке? Нет. А, коричневые? Высокие такие. Их еще иногда греют. Рома-баба. Нет. Рома-баба другая. Это потом напишите в комментариях. Ты так с таким прищером. На что, что ты им время дам? Короче, и вот эти яшкины, я хотел принести их, потому что я как только перехал в Москву, я их ел каждый день месяца три. Потому что хотел сладкого. Хотел сладкого. А еще другого денег уже не было. И слушай, и они вкусные. Но я их иногда покупаю до сих пор, знаешь, раз в четыре месяца. Настальгия такая. Чтобы засемлиться чуть-чуть. Чтобы помнить. Чтобы я вас не бросил, вафли. Я с вами. Но они, кстати, мне нравятся по вкусу. А вторые, вот эти сазбуки, вот это уже дорогие. И я их иногда покупаю. Они тоже вкусные, но я их покупаю и тоже уже не знаю зачем. То есть нет цели. Я их беру, ем. Просто потому что можешь, Владик. И нет никакой эмоциональной связи между ними. Вот это. И вот я хотел две вещи вот эти принести, которые мне очень нравятся. А что не купил? Потому что за ними надо было идти, их уже нет. Это яшкины. Их уже искать надо. То есть я зашел. А яшкины ушли, да, из России? Да, обратно. Саратов обратно. Они сейчас называются Алабамкина. Все, мы... Смешно. Все, спасибо, Владик, тебе. Класс. Леночка. Я принесла вино, ребята, южно-африканское. Ну, это самое вкуснятие. Да. Я просто подумала, что будет с нами после чая. Ну, не только же о чае думать надо, чуть дальше продумывать. Во-вторых, у меня был день рождения, и у меня осталось очень много алкоголя. Я бросаю пить, ну, как могу. То есть минус одна бутылка, это хотя бы я себе чуть-чуть продлеваю жизнь, наверное. С удовольствием тебе поможем. Пожалуйста. С прошедшим. За твое здоровье. С прошедшим. Да, спасибо. С прошедшим, да, всеми, которые не поздравили. Да, да, да. Спасибо. А тебе алкоголь дарили? Почему так много алкоголя осталось? Почему-то алкоголь мне дарят. Видимо, люди смотрят на меня и думают, что самое главное, что мне нужно, это алкоголь. Не пропадет. Расскажем им, что ты директор. Ну, кому им? Им? Всем. Ну, расскажи. Да, и как директор. Я директор. Да, мне тоже дарил очень много, да. Ты сейчас директор? Я сейчас директор. Директор частной школы. Блин, круто. Ты считаешь, я так не думаю. Я бы хотел туда учиться, чтобы Лена у меня такая... Да, учиться у меня круто, но вывозить это все сложно с алкоголь. Отсюда у нее и бухла столько, врачам и учителям. Да, да, да. Конфеты и вот это. Помню, в школе всегда по запаху было понятно, что день учителя сегодня. Они не мылись в день учителя? Не, не, я помню все. Я помню, пахло корейской морковкой. Я помню всегда. Корейская морковка на день учителя? Ну, почему-то они у нас хорошенечко там припевали, видимо. Не хайтишники просто все учители. Типа корейцы. Хорошенечко припевали. Ну, в общем, там где-то нарезочки, вот это все. Ну, маню вас. Так, ребят, ну и что, я принес... А как мы это откроем? Пока никак. Я принес уличную классику. Это то, с чего начиналось мое знакомство вообще с миром сладостей и так далее. Я думаю, все, кто курят, знают, что такое рулет со сгущёнкой. Но в данном случае не сгущёнка представлена, а вишня. Вишня. Потому что сгущёнка тоже ушла сейчас из России. Сейчас уговаренная осталась. А почему те, кто курят? Потому что очень вкусно. Очень вкусно. И очень девочек всегда. Слушай, мне кажется, тем, кто курят, все очень вкусно. Да. Ну, просто у нас наш путь, я когда их покупал, они стоили 20 рублей, я помню, в детстве. И ты уберешь один на двоих и вот так вот вообще потрясающе. Да, рулет. Я помню, в детстве ел. Рулет – это бомба. Сейчас красная цена тоже 20, по-моему. Петяночка, спасибо. Ну, красная цена, Лена, ну, мы уже взрослые ребята, мы уже зарабатываем копейку. Присни, пожалуйста, дешёвый чай. А по правилам шоу мы это всё не можем употреблять. Если можем, а можем всё, что останется. Ну, я после первой истории пойму, насколько она сильная. Может быть, и начну лучше сразу поглощать. Так, чай, кстати, вообще потрясающий. Чай, кстати, хороший. Ну, я, если что, буду своё есть. Чёрный? Давай, для тебя, для тебя. У меня ещё вода. Я узнал, что это директор, тоже хочется ухаживать за директором. Директор, блин. Как для детей пока ещё чуть-чуть ухаживать. Это всегда на будущее директор. Это хорошее знакомое, надо собирать связи. Да, если же передашь это кому-то потом, это тоже надо понимать. Это же круто. Я вот вижу... Вова ещё не скоро, я думаю. Я всегда, я мечтаю с первого года передать это кому-то, но нет таких идиотов, которые готовы это взять. Все мне, вот, директора говорят, я думала на год, на два. И уже 30 лет. Вот у меня тоже есть в Петрозаводске директор детского сада. Вот она 20 лет, а хотя бы... Уже подвязана, уже нельзя так выйти, Лен. Кстати, тоже зовут Лена. И сказал, Лена, выручи, надо там... Блин, это, получается, ты директор, это чтобы мои дети пошли в школу к тебе, тогда надо ещё дружить с тобой минимум 8 лет. Как минимум. Ты можешь не дружить со мной. Просто приводи ребёнка, плати деньги. Зачем им дружить? Будем соблюдать субординации. 4 800, а не 5. Они думают, что они будут с тобой дружить, и не будут платить по этому. Так не работает, пацаны. Мне бы вообще не работал. В частной школе нет. Слушай, быстро тебе про частную школу просто историю вспомнил. У меня тоже работает подружка в частной школе. Ну, в такой прям элитной школе. Педагогом. Педагогом. Но в такой элитной, не то, что у тебя. Нет, не в том смысле. Ну, просто я уровень показательный. У меня элитная, у них там как в частном доме они тусуются. Вы без обуви ходите по школе? Да. А, как я хотел пошутить, а угадал. Слушай, что происходило. Мне кажется, это уже слишком. В общем, пришла мать дочери. И она попросила, чтобы учитель физкультуры не просил их на первое и второе рассчитайся. Потому что дочь не хочет быть второй. Это супер индивидуальный подход. Ну, то есть это странно, согласись. Там обучение должно 150 косарей стоить за такую просьбу. Видимо, да. Целовать ноги дешевле по прайсу, чем вот это просить. Слушай, я так удивился. Ну, как так воспитывать детей? Ну, зачем? Ну, она же когда-то будет второе. Может быть, и третье. А может, и не нужен когда-то станет вообще без счета. Надо вообще рассчитываться. Водитель убираю. Менеджер в офисе. Так, ну что, переходим к нашей дерьмовой жизни. Давайте. Расскажем историю. У меня произошла буквально месяц назад история, которая сильно ударила по моему самолюбию хозяйскому, мужскому и по бюджету. В общем, у меня сломался унитаз. Перестала, короче, набираться вода. Она постоянно текла. То есть она же обычно-то смыл, и она такой... И набралось. Да, там есть поплавок. А там, да, этот поплавок, он что-то там не плавал. И туда все время сливал. Хотя поплавок. Хотя он поплавок, да. Нарушил все правила, которые я устраиваю. А я подкармливал уже два дня. А у меня мука. Хорошо. Карась. Он дюбает, но не подходит. В общем, это был как раз 1 января, 2. А ко мне приехала мама на новогодние праздники. А мне же нужно показать, что я хозяин. Я же не могу там. Я попытался там, вообще ничего не получается. Надо звонить. И я вызываю, значит, сантехника в Яндекс.Услугах. Потом, как оказалось, это Яндекс.Медвежья услуга. По факту. Вызывают сантехника. Он приходит, такой смотрит. Говорит, да тут вообще, говорит, ерунда. Тут, говорит, либо надо новую арматуру покупать, эту сантехническую. Говорит, ну у вас какая-то там она редкая. Надо искать. Говорит, либо я могу... Такая только у вас и Майко Джексон. И он говорит, либо можно искать, либо, говорит, я могу сейчас до магазина сходить, купить хомутик. Хомутик один. Звучит, как будто еще раз он придет потом. Магазин лошадей. Прикинь, вилка, да? Новая этот. И хомутик. Он говорит, я схожу за хомутиком, и там, типа, нечего делать. Я такой, ну хорошо. Он пошел, через 10 минут приходит. То есть вот, понимаете, сколько человек работал. Две минуты он пришел в начале, посмотрел, вот так открыл, посмотрел, ушел, 10 минут приходит, заходит еще на две минуты, выходит и говорит, 8 тысяч. Никого не удивила цена? Всем нормально, что ли? Жесть. 8 тысяч. Я говорю, какие 8 тысяч? Я говорю, вообще, за что? Он говорит, могу прайс дать. Я говорю, ну давай. И он мне дает прайс, чтобы вы понимали, чек, чек, вот так рукой, карандашом написано. Хомутик. Осмота, полторой тысячи. Охренеть. Диагностика, полторой тысячи. Это, оказывается, разные позиции. Я-то думал, это одно и то же. Диагностика, ну, диагностика была, кстати, на самом деле. Он же сказал, хомутик или арматур, это диагноз. Да, это диагноз. Может, анализы дешевле человека стоят? Да. Хеликобактер дешевле найти в чем? Да, говорит, и, говорит, почки у вас у унитаза, что-то под храм будет. Ну, еще там, пятый этаж, тоже косарь мы сверху накидываем за это. Да, он еще, я, он говорит эти, услуги курьера 1700. А какой курьер? Он за хомутиком же ходил. Курьер ходил, не он. Он ходил. Ну, почему-то курьер. А он как бы сам себя так нашел. А 1700. До магазина сходить. Ну, пока еще 8 не получается. Если бы такая работа была, я вообще этим не занимался. Я бы каждый день в магазин за 1700 ходил людям. И еще какие-то там пару позиций были, типа ремонт какая-то была там. Ну, там был сначала миллион, но он потом зачеркнул, поменьше написал. Вот. Итого 8 тысяч. Я такой, ну, и у меня начинается борьба. У меня мать, я когда услышал, она такая, аааа, и на кухню ушла, чтобы типа в конфликт. Да, она в конфликт, чтобы не вникать, потому что она могла бы с двух ног влететь туда. Я такой стою. Слушай, ну а в Курске 8 тысяч, это 40 тысяч. 8 тысяч я могу сантехника личного себе купить, и он будет смывать за мной вот так ходить. Алло, Макс, там все капнули капли? Я слышал, там не все упало, Макс, попозже зайти. Да, да, да. Там две кнопки есть, смотри, одна много смывает, другая меньше, и там будет еще больше, нажимаешь, прибегает сантехник с ведром. Да, сливает. И протирает теплой тряпочкой. В общем, вон теплый водой, чтобы холодно не было. Ну-ну, хватит ушла, жесть. 8 тысяч, да, он говорит. Я стою тут, какие 8 тысяч, вообще-то что? Я вчера выступал час за два раза в меньше. И он такой говорит, ну вот вам прайс, я такой, да это, я говорю, это херня какая-то, не прайс, говорю. И я такой, ну, я стою и так размышляю, думаю, чувака документы и так далее, ну типа я, что я могу сделать? Вот, хотя, ну, по факту он меня наебывает жестко. Ну да. Я уже такой в Сбере 8 тысяч вожу и уже только оплатить, и у меня палец вот такой, нет, блядь. Вот так, я такой, какие 8? Говорю, 4. Он говорит, давай, а, да, я говорю, 4. Он говорит, давай 6. Я говорю, 4. А когда вот это происходит, давай 6, это первый такой, а, ну не 8 получается было. Конечно. То есть прайс-то. Да, 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 то есть прикинь, у него там вообще гибкий достаточно. Да, да, да. Ну курьер бесплатно сходил, считай. 6 тысяч ты ему заплатил? Нет, 4. А, в итоге 4? Я говорю, 4, да. И я, ну, внутренне, он такой, окей, говорит, давай 4. Я внутренне ликую, ну, по факту, после 8 это победа. Но как только он закрывает дверь, я стою, перевариваю это все и думаю, я все равно, блядь, 4 отдал за хомутик. Мать уже на кухне отказную пишет от сына. Да, да, уже завещание переписывает. Отказываюсь. Оставляю все кому-то поумнее. Сантехник, далеко не уходи. У меня, я не знаю, это как под историю подходит или нет, но вот нужна такая история, потому что я помню, ко мне вот так вот приходил, я в Краснодаре жил, чувак чистить комп. Надо было почистить комп и переустановить винду. Этот Нео к тебе приходил обычно. Они же Киану Римс обычно там во объявлении там. Да, у него волосы вот такие длинные. И, короче, он пришел, и я это все могу, но мне это лень было делать. У меня не было винды, и я думаю, ну, я заплачу там пару тысяч, тоже тысячи три. Но я как-то спрашивал через тот же сервис вот этот все, и мне сказали там несколько тысяч. Потом он мне все причинил, говорит, могу еще драйвера установить. Это вот, знаешь, как, это по такой же методике, как за хомутиком они ходят. Да, да. Вот. Я говорю, ну, хочешь, устанавливай. И вот, в общем, мне все сделал, все сделал. Потом мне написал тоже, говорит, с тебя 19 900. Это в Краснодаре. В Краснодаре. Я такой, что? Или сразу Ниву купи мне. В целом, в Краснодаре. Ну, никакой. Я говорю, а где прайс? Такая же методика. И там точно такой же прайс на мягком чеке, от руки он весь нашли. Диагностика, все вот это, курьер. Да, он мне еще говорит, типа, могу тебе сделать дефрагментацию диска. А я просто, когда так услышал, я могу тебе сделать. Это же не выглядит, как будто есть еще одна услуга. Я говорю, ну, может, делай. Вот так. Но я, типа, все равно, я еще был, это предыстория, на самом деле, основной истории, короче, какой пройти. Он мне насчитал, 1900. Я говорю, что это? Он говорит, мне нужно было установить драйвера и почистить Windows. Это 1300 плюс там 1700. Он говорит, ну, вот же, смотри, драйвера. Видишь, они же есть. Вот я установил. Я говорю, блин, ну, удаляй их. Я говорю, удаляй. Давай удешевлять. Удаляй, плюс еще пошел. Он говорит, ну, я удаляй заново все. Говорю, ну, хочешь? Я говорю, я не буду платить ничего. Он говорит, ну, тогда ладно, давай не 19, тогда 7. Там вообще тоже. Просто беспринципный человек. Там, короче, вот такая ситуация. Они, конечно, по банке идут. Я там с ним торговался как-то, но тоже у меня было ощущение, что меня чуть надурили. Потому что он такой говорит, это вы через агентство звоните, будет дешевле. И он мне еще, короче, я ему все вот эти драйвера убираю по одному с чеком, с каждого. И он говорит, ну, ладно, еще могу от себя скидку еще сделать. Знаешь, просто личную. Там у нас компания скидка сначала, потом личная скидка. И там уже, там, знаешь, еще вот эту скидку делаю, теперь я тебе 7 тысяч должен. Вот такая ситуация. Ну, вот, короче, как-то мы с ним вот это, я ему заплатил больше, чем нужно было. Ну, это несколько лет был пиздюк. И я уже в Москву переехал, и мне нужно было почистить ноутбук. А я уже с этой историей, с багажом переехал. И приходят два типа, двое. Типа, он говорит, со мной... Чистить ноутбук. Да, да, ноутбук. Там же нужно держать, чтобы один держал, он же дергается. Хозяина держать почему. Один сразу просто с контейнером для мусора. Сейчас будет чистить вам. Вот, и он говорит, стажер, посмотрите, ничего страшного. Да. Он говорит, ну, он смотрел. Видимо, этот любит, чтобы смотрели за ним. Быть стоматологи. И на кухне мы это все сделаем. А я уже, а это, у меня память, свежи вот эти воспоминания. Я думаю, блин, сейчас будет. И он мне, короче, а им же нужно ее пробить, что это за чувак, понимаешь? И он смотрит, говорит, мышка игровая у меня, ноутбук так все. Он говорит, а вы как, типа, любите играть? А обычно люди, если играют, они вынуждены разбираться чуть-чуть. Шарят, да. Потому что их постоянно ничего не тянет. И они такие, как это? А вы как, вас легко наебать, скажите, пожалуйста. Да, вы как, вы лох? И вот, и что-то он мне пытается зубы заговаривать. Я такой, да, да. Он говорит, могу установить. Я говорю, хотите, можете установить на ваше усмотрение. Я вот так вот отвечал. И вот он мне что-то насчитал. Ну, все, они тоже установили. Все тоже там круто что-то сделал. И точно такая же схема. 19 900. Ну, там чуть поменьше. Потому что ноутбук все-таки. Я говорю, что это? Цифры. Он говорит, ну, вот это, вот это. Я говорю, ну, я заказывал вот это. Я уже, знаешь, уже, у меня, кстати, денег было, не было. Кстати, Вадик, прости, ну, у тебя классное лицо, чтобы торговать. Да, у тебя лицо лучше для торгов. Ты понижать цены можешь. Вот я тебе сказал, что это? Сразу я такой, ну да, надо меньше говорить. Зашел в салон на ауди, что это? Я такие, ну да, не Мерседес. Забирайте за 200 тысяч. И, короче, их же еще двое, знаешь. Это тоже некоторое давление. А я у себя думаю, что-то как-то мне пофиг. И я говорю, ну, я вот вам могу заплатить, там, грубо говоря, я уже, знаешь, настолько, условно, 3 тысячи, да, было по договору, по телефону с администрацией. Я говорю, ну, 2 700 могу вам заплатить. Ну, как? Я говорю, ну, полицию вызывайте, если не нравится что-то. И сижу. Да, маля ты. И все. И они такие, ну, давай. И я там что-то еще на 200 рублей дешевле все сделал. Хорош. Ты еще их и наебал. Да, это получается. Я уже стажер доплачивал. Он уходит стажер, это за тебя все. Но это все произошло благодаря вот этой первой истории в Краснодаре. Поэтому следующего сантехника тебе починят за 300 рублей все. Да, я должен понимать его точно. То есть ты должен воспринимать эти вещи все как урок. Да. У меня колоссальное количество таких историй. Сейчас, когда я кого-то вызываю, я говорю, присылайте проект, диплом, паспорт. Я все проверю сначала. Хомучика, да. Все, как бы, диагностику вообще сейчас можно через приложение проводить. Да, да. Ну, ты же знаешь, да? Поэтому, как правило, эти люди отваливаются. Ты ищешь какого-то дядю Сашу, дядю Винчу. Слушай, я уже продигностировала, не работает нихера. Не работает, да. Уже диагностику сделала. Бля, ну они такие ушлые вообще. Я не знаю, ну, каким нужно внутренне обладать вообще качеством, чтобы вот так вот ходить людей обманывать. Но я вот четко понимаю, сейчас я не готов ремонт делать. Я понял, меня так обманут. Да, это нужно пойти учиться на человека, который делает ремонт. Ну вот это, знаешь, там где материал, плитку, это надо прямо иметь какого-то... Ну в компе, конечно, хорошо бы разбираться самому. В компе, компе, да. Ну да, и чистить. Ну вот ремонт, вот это все слишком. В большинстве в целом тоже можно починить. То есть это не первая поломка была, это просто вот уже критическая была, там что-то лопнуло. Это уже поломка после моих починок. Да, 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 вот это, когда уже ненужные детали убрал, несколько вот этих. Ну то есть, я бы тоже мог, ну ты знаешь, надо какие-то инструменты покупать. Да, да. Блин, у меня был сантехник, один раз пришел без инструментов. Блин, а у меня в этом инструмента нет. Я думал, блин, а вообще купи. Тебе пригодится. Ты сантехником об этом какая-то. Мне что, нравится иногда стиральную машину мне ремонтировали как-то. Блин, ну это уже кто-то слышал об этом. Мы с тобой же обсуждали, да, что там вот кирпич, вы не знаете, что там бетонная такая штука внизу, как бордюр, кусок бордюра. Ну чтобы она не барабанилась. Она держит его, то есть чтобы не насилуя ее. И кирпич сломался? Да, лопнул кирпич. Нет, мне просто нужно было под шашлыки ее четыре стиралки. Так можно стиралки, стиралки. Да, штанги. Нет, просто смешная была история. Вы вообще как? Тоже вопрос. Вообще замачивать хорошо в стиралке, ты наложен ставишь, минут 15, она там соль, перец, она что надо возьмет. А если стиралка чуть вот это отходит, получается кирпич там что-то высохнул? Да, он либо лопнул, либо разболтался. Правда? Разболтался кирпич. Когда у соседей сыпется штукатурка, да? В этой ситуации. И в общем, вы как поступаете? Когда кто-то приходит чужой, вы контролируете, стоите над душой? Да, я всегда. Вот, я так и знал. Я всегда. Особенно в автосервисах. Я стою всегда, потому что меня так часто наебывали в автосервисах. Еще не знаешь, могут что-нибудь такое сказать. В автосервисе только так, да. Дроссельная заслонка сломалась. Блядь. Или там, допустим, потекли стояки. Жуклер. Жуклер, да. И ты стоишь и гуглишь, и ну как бы не понимаешь вообще, что это такое. Я как бы каждый раз... Да, круто рядом стоять. Можно даже, знаешь, тебе что-то говорят, ты такая, я не знаю, сейчас я загуглю, но знаешь, потому что они что-то говорят с учетом, что ты такой, да, да, я понял. Ну да, тебе легче согласиться. Ну в общем, я не стоял над душой. Я не стоял над душой, и он там что-то делал. Я, грубо говоря, в своей комнате, а он в ванной там делает стиралку. И в какой-то момент он кричит, хозяин. Командир. Все еще. Не, хозяин. И так приятно было. Я пошел за халатом. У меня аж мурашки по коже. И такой, ну пускай еще раз крикнет. Не пойду. Вот еще плюс три косаря к своему ремонту. За хозяин. Хозяин, я такой, да. Ну тут восьмеру можно... Уважение, да. Тысяча семьсот. Я хотел бы... Да, Лешка, что? Знаешь, что тебе? Что тебе? Бери и кушай, что хочешь. Ну чего ты тут не понимаешь? Чтобы не были документы на него. Знаешь, Игорь. Ты надо было звать. Прошка, вольную даю тебе. Давай, беги, халоп. Это из смешного. Но он тоже потом какую-то такую сумму сказал. Это смешно. Надо заказывать откуда-то из Словении, он говорит. Это в обивке. А там резинка порвалась, резинка к барабану, которая к стеклу. Потому что он говорит огоренье. У меня просто жена в Словении мечтала съездить. Как раз с ней мотнемся за запчастью тебе. Так, и что? Получается, моя история была? А, Вадик, это не твоя история была? Слушай, это какая-то история... Ну она как история, но можно не в зачет ее. Не знаю, ну давай посидим еще. Никитос, у тебя же не каша. Вы, кстати, кушать что-нибудь будете? Я нет. Чайки. Я бы, наверное, не знаю. Ну вот расскажу, а потом... А какая с нутеллой? Я бы ебанул с нутеллой. Я тоже с нутеллой хочу. Только одна с нутеллой. Поделите пополам. Не хочу никакую другую. Скорее всего, вот это с нутеллой. Я вообще не буду на самом деле. Все, ешь с нутеллой. Потому что... Крошки будут падать у терлого башка. Да-да-да, поэтому. Только поэтому. Слушайте, ну... Позорная история должна быть, да? Отлично, давай. Не позорная, а неприятная для тебя. У меня мозг такие вычеркивает из воспоминаний. Хотя таких много. Слушайте, ну... Сразу история неприятная. Сразу она мне покажет с ней с лучшей стороны. Вы когда-то передаривали подарки? Да, сто раз, конечно. Конечно, в одном и том же новогоднем пакете. Все, тогда мне легче. К этому же человеку. К этому же человеку, да. Да. Спасибо. Слушайте, ну, эта история очень давняя. Мне было лет 18. Тогда мне подарили книгу Камасутру. Ну, тогда, это было, получается, 17 лет назад. Тогда еще не был развит интернет и так далее. И секс. И секс вообще. Ну, почему-то это считалось тогда давно прикольно. В 2007-м, ну, каком-то там. В общем, мне подарили Камасутру. И как-то она у меня так лежала. Я ее открыл. А там именно прямо Камасутра. Там не то, что позы. А там прямо духовные единения. Мужчина-женщина. Ауры. И я такой, нет, ну, это мне не поможет. Ауры. В чем? Ну, в сексе. Там нету ничего такого, что сделать, чтобы она дала. Да, да, да. Там вот этого нет. За Балтику-девятку не было способа. Да, да, да. Там какие-то, ну, то есть там Аюрведа. Вот все вот такое. То есть там такая серьезная Камасутра. Ну, и где-то там ручкой как будто нарисованы были позы. И они были больше кринжовые. Понимаешь? Вот этот индус с каким-то безумом своим. Поугарать. Больше фонарем. Как будто реально, как будто реанимация там, Витя восьмой класс. Вот как будто вот реально он рисовал. И так она у меня какое-то время лежала, эта книга. И знаете, бывает, тебя приглашают на день рождения, ты говоришь, да, конечно, я приду. И в последний момент ты понимаешь, что тебе нечего подарить. И я такой девушке. Не своей, а просто подружке. Ну, знакомой. Даже не подружке. Такой какой-то знакомой. Мы там на работе работали вместе. В общем, я беру эту Камасутру. Естественно, иду в сервис. Мне ее упаковывают. Красиво все. За это, кстати, тоже так дохера берут. Ну, вот за упаковку. И такой, да что ты сделала? Ну, ладно, на, возьми. Все, ба, все. Я прихожу, дарю ей. И она, естественно... Вот вы, кстати, надо сразу распаковывать подарки или нет? Нет. Я не распаковываю по полгода, слушай. У меня до сих пор вот на окне стоят подарки с прошлого года. Да, она даже не знает, что это. А может быть там... Потом уже что-то испортилось. Ну, нет, ничего не испортилось. Я книжку одну, книжки дарят. Книжку открыла, думаю, почитаю. Не читала, лет 20 уже. Почитаю. Открылась. Поступайте в нашу школу. Причем, зная Лену, может быть, это не гротеск про 20 лет. Да, да, да. То есть это, может быть, реально 20 лет прошло? Ну, да, я открыла. А там, как разговаривать с вдовцом. Так называется книжка. Класс. Да. Круто. Какие там фразы? Там нет никаких... Там это не пособие, как разговаривать с вдовцом. Там именно история про то, как один мужик овдовел в 35 лет, и дальше вот его какая-то скучная жизнь началась. Не знаю, почему-то я про это должна почитать. Кто-то решил, что мне необходима, блядь, эта книга, понимаешь? Все варианты, чтобы знать. Ну, вот это тоже книга. Или кто-то решил, что ему эта книга не необходима. Ну, да, да, да. Ну, а такая новенькая, прям нераспечатанная была. Мне кажется, это точно передаренный подарок. Топ, сто процентов, сто процентов, да, да, да. И, в общем, она была из тех, которые, вау, давай смотреть. И она начинает распаковывать такая камасутра. Она такая, ну, типа, прикольно, открывает ее. И я, ну, я открывал... Там засушенный дуванчик. Нет, знаете, есть, ну, то есть, вот, открываю, как это называется? Первая книга. Ну, титульный лист, короче. И вот там есть между. И она оказалась подписанной. Человек подарил мне книгу. Да, да, вот это да. Никита, хочу, чтобы ты попробовал все, что есть в этой книге. С ней. И она считает, и я чувствую, что я краснючий. И я вообще, знаешь, настолько стыдно, что чувство юмора теряется. И я просто... Что ты сказал? Что ты сказал? Я уже не помню. Я говорю, я тебе еще что-то открою. Вот так вот. Короче, не помню. Блин, я вот даже сейчас не могу сказать, что. Я и фигню какую-то стыдно была. Стыдно было. Я сейчас сам вспомнил, как мне... А я был юмный. А я там сейчас оказался. 18 лет мне было. Я такой, блин, вот это была стыднючая история. Сколько ты пробовал на этой вечеринке? Не, ну потом же ты же выпиваешь. И тебе обратно ее унес, эту книжку? Не, осталось у нее. Что-то я там... Ну вот потом кому-то передаришь Никите другому. Ну что, что она забудет, начнет передаривать. И там даже не ее имя вообще. С парню своему приеду. Никита, давай. Это было стыдно. Блин, ну это жесткий. Блин, выглядит так, как будто это уйдет. Надо есть. Да, да. Я даже под укушу. Но потом пару текил и бумов и все. Слушай, я не знаю, как эта девушка, я не гнушаюсь такими подарками. Совсем не мой директор. Недавно подарил на день рождения сертификат в тайский массаж. Я тоже, когда пришла уже на массаж, там было написано сертификат и уважаемая Ксения. Я думаю, да и пофиг, какая мне разница, по сути, да, Ксения и Елена, массаж-то есть. Вообще класс. Ну да, это уже более практичный подход. Ну конечно, книжка-то хорошая. Еще, а, еще, видишь, полезный подарок, что ты пошла, вообще книжку с Ксенией подарили, такая, ну сука, ну книжку даже, а массаж, если будете мне дарить, например, квартиру в Москве, там что угодно можете написать. Можете в квартире написать Вадик пидор. Нет, ну документы, что были на меня. Документы должны быть на квартиру. Что угодно, да. Да, это из таких подарков. Блин, ну это жестко, Никитос вообще, жестко. Это тоже, опять же, отличие женщины от мужчины. Знаешь, я сразу начал картинки, то есть я сразу Камасутру открыл с середины, знаешь, друзья. А она вот как, ну, а человек, я потом такой, блин, а мне подписали, ничего себе книжку. А мне муж в роддоме подарил букет, он актер, букет, который мы вчера подарили в театре, он приехал в роддом с этим букетом. Там было написано, спасибо за искусство. Да, супер. Ты когда же дела там занавес. Да, да, аплодисменты просто, все на поклоны ходят, да, спасибо. Круто, круто, спасибо за искусство. Вот такие подарки, ужасные подарки. Да не, нормальные подарки. Зато воспоминания, Лен, какое. Да, вот даже тут рассказал спустя столько лет. Лен, у тебя какая-то кринжа происходила? Да у меня постоянно она происходит, я не знаю, какие тут прилично рассказывать, какие нет. Моя любимая история, вообще классическая, в Крыму. Мы лагерь вывезли школьный в Крым, и поехали, было холодное море, и все время шли дожди. И мы поехали в горы кататься на лошадях. Ну, потому что такая была. Ну, раз погода, нормально. И причем мы поехали не с нормальными инструкторами, а с какими-то молодыми парнями-татарами, которые, ну, вообще как бы нас привезли на базу, посадили на лошадей. Мы кататься не умеем никто, с нами дети 10 человек. И причем нас посадили взрослых вперед, а дети все до самого маленького были в конце. И они как-то... В конце лошади? Ну, вот идет и караван в конце лошади, да. Такая огромная лошадь, блядь, и в конце сидят дети. И лошадь-лимузин знаменитая. Ну, да-да-да. А татары усы, стулили вперед, никто управлять не может. А лошади все не очень адекватные. Моя, например, вообще какая-то конченая лошадь. Она жрала все, что было под ногами, куда-то уходила, а я как бы, ну, не научилась. Это лошадь была или какая-то старуха просто? Ну, шо ты там, как делишки? Если тебе нравится этот видос, поставь лайк прямо сейчас или напиши коммент. А если подпишешься на канал, то точно не пропустишь следующее видео и обязательно придешь на мой новый концерт. Ссылки в описании. Залетай в телегу. Ну, я думаю, что меня посадили на нее самый последний, она была самой неадекватной, звали ее Айгуль. Причем на меня посмотрели и сказали, ну, тебе Айгуль. Да, ее хотели на пустурмутоке, но еще пускай один раз кого-то повезет. Слушай, начался дождь, было очень скользко, у лошадей подскальзывались копыта, а мы едем, ну, 600 метров над уровнем моря. За нами дети. Ну, пока нормально. Жесть. Где-то впереди едут эти татары, говорят, все нормально, все нормально. И вот каждый перевал, каждая остановка, это был стресс, и я все время ждала, чтобы это, наконец, поездка закончилась. И в конце концов, когда мы, значит, проехали, значит, над горами, вернулись в лагерь, моя лошадь копытом залезает в арматуру. Знаешь, там была накручена такая проволока колючая, она попадает туда копытом, еще овод вокруг нее садится ей на ухо. Вот как все сложилось. Она становится вот так вот на дыбы, и снова скачет вместе со мной в горы. Знаешь, как в неломимых мстителях? Вот это вот начинается, а-а-а, а я впервые на лошади, и я только еду и думаю, блядь, что делать сейчас? Я прям представляю, что мы сейчас, а все лошади, они же стадные животные, скачут за ней вместе с детьми. Едет как на войне, мамочка, спаси нас, мамочка, сделай что-нибудь. И, короче, первое, что мне приходит в голову, это... А со стороны кажется, как будто у тебя план, и ты детей зажал, ворует лошади. Да, и меня кричит этот мужик, который тренер, он говорит, женщина, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я говорю, конечно, блядь, все под контролем, и мы скачем. И что я придумываю, я с тремя вытаскиваю ноги, причем, ну, я не очень ловкий человек, мне, извините, там, 50 лет, да? Я хватаюсь за первое попавшееся дерево, вскакиваюсь, это невероятными силами, просто хватаюсь за дерево, и лошадь скачет дальше без меня. Еще раз ты в прыжке. В прыжке, да, я вытаскиваю ноги, я пересаживаюсь на одну сторону, хватаюсь за первое дерево, и дальше лошадь скачет без меня, делает вот такой вот... А потом там едет товарняк. Мы достаем пистолет, и грабила нахуй. У меня содрано все пузо, да, да, да. У меня содрано все пузо просто, у меня вообще ничего, просто кровавый мир. Дети, лошадь побежала туда в горы, она меня сбросила, и стало легче. И она вернулась, и за ней вернулись все эти лошади. И я осталась там в горах, и они все ждали меня, когда еще 20 минут с этих гор пешком спускалась. И, короче, я подхожу, и они мне, знаешь, что говорят? Извините, пожалуйста, Лена сегодня с утра, думаю, нет истории никакой, каков бы взять, и играет в Red Dead Redemption 2. Короче, они мне говорят, извините, пожалуйста, мы вам сделаем скидку 15% на английскую. На пластыре вам как раз. Да, 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 да. Слушай, у меня была экстренная ситуация с лошадью, это жесть какая-то. Это реально как в кино было. Короче, я был в деревне, я мой друг и сестра моя. И у меня был, короче, мотоцикл с люлькой «Иш Планета 5». Я там про делам, там воду возил на нем. И что-то мы поехали от родителей спрятаться в Сиге покурить в лес поехали мы. Покурили в Сиге, ну, там лет 14 мне было. А вот хотел спросить, какие дела? Да, 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 да. Ну, беспалево, у нас там дядьки, тетки, надо всех свалить. Просто покурить, и говорят, нам поехали. И все, мы покурили. В детстве, да, сигареты, что мы покурили, там хлеб покупаешь, лук. Конечно. Палку какую-то. А потом в эту мойку заходишь, где вот это, знаешь, как машины моют. Чтобы не спалили. И то, заходишь, и мать такая. И ты такой, нет, пожалуйста. Ну, короче, и мы едем. На мотоцикле уже обратно едем. И лошадь пасется. И она, короче, вот дорога, она вот здесь привязана, кол вбит. А вот тут она тусуется. То есть веревка вот так лежит. Ну, и я такой думаю, а что вообще? Ну, тут 0,03 секунды, да, занимает проехать над веревкой на скорости, там, 50-60 км в час. И что происходит, как вы думаете? В момент, когда мы проезжаем над веревкой, это начинает суетиться. Она срывается с места, натягивает веревку. У меня в мотоцикле выбивает скорость из-за этого и резко приучается на нейтралку. А когда со скорости на нейтралку, получается, вот так вот работает мотик. И она начинает пугаться этого. Мы останавливаемся, мотоцикл ревет, дым какой-то идет. И она начинает пугаться. И вот так бегать вокруг нас и закручивать нас веревкой. И я сижу в ахуру, вот так вот. Это же серия Том и Джиги. Там еще снизу сейчас этот, выпилят нас вот так горжавкой. А потом сверху роялю полет. И наковальня. У меня вот так шишка, я ее пальцем обратно туда. А она отсюда вылезет. И глаза так ходят. Реально, это было так. И она начинает суетиться, а я в ахуру. Я от страха газовать начинаю. А на нейтралке гадуешь, еще громче становится. Да, я же не понимаю, да. И слава богу, кореш мой сориентировался. Он сидел за мной. Он как Рэмбо. Вот так вот соскакивает. Начинает эту веревку вот так с нас снимать. Я в этот момент проснулся. Понял, что на нейтралке уже стою. Включил скорость. Говорю, запрыгивай. И вот так он прыгает. И что? А там через 30 метров Лена на дереве. Ребята, замените меня. Слушайте, что? Ну, это происходило где-то 5-7 секунд. Вот все, что я сейчас рассказываю, это было 5-7 секунд. Но это было настолько насыщенно. Время заменилось. Мерно курили, сидели. Да, и мы уехали. И она мне вот, ну, короче, она по этой веревке закручила. Что-то тоже содрала мне здесь какую-то там часть кожи и так далее. Но это было так резко, так я ожидаю. У нас вот про такую же историю, ты просто еще про лошадей рассказывал, что его так шли как рядком, да, друг за другом. Это была история в Египте. Пару дней мы там отдыхали. Там тоже есть лошади? Нет, 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 там есть квадроциклы. Там есть квадроциклы. И вот мы согласились на квадроциклы. И как? Они собирают кучу людей с разных отелей. То есть там квадроциклов, у вас человек 30 едет, а впереди едет главарь, который вас ведет. Ну и, а ты как-то, ну, скучно едешь. Ты просто должен ехать за ним. А мы почти все выпившие, но мы в Египте. И они запрещают делать любые маневры и так далее. Но когда он отвлекается и когда он едет прямо, все начинают вот это газовать. Знаешь, пока потом он поворачивается и начинает. Все снова за ним едут. Ну, такой у меня арабский. Ну, и в общем, мы все. И вот каждый раз, когда он чуть-чуть, все начинают. И понимают, как есть где-то секунд пять. То есть он на пять секунд отвлекается, едет прямо, чтобы не сбиваться за дороги. И все начинают прям сильно пижонить. И один чувак прям настолько сильно это сделал, что перевернулся на квадроцикле. Ну, как бы история. А потом лошадь начала его облегать. Верпулет заплевал. И Лена еще. Да, и Лена. Они же на самом деле, перед тем, как на квадрике сажают, показывают тебе нарезку с дебилами. Есть такое? Нет. Как люди падают с квадриков. Они говорят, ну, слушайте, что мы говорим, иначе будет вот это. И там такие смешные. Там женщина в такси, ты такая просто в дерево. Просто она даже не попыталась ничего исправить. Она просто вперед такая. Что там было? Там был какой дебил? Там был чувак. Там была Toyota, пикап огромная. И там тип в кузове с огромной камерой. Вот на VHS записывал тебя. Можно было купить диск за 10 долларов. Потом в конце он ехал и снимал. И такой, вау, кричите, радуйтесь. Да, ну еще тебе все время. Давай там. Да, да, да. Покажи, покажи, кайф. Прикольно, что вот это, говорит, не делай, а этот подбивай. Он говорит, да давай, что ты, он не смотришь. Потом диск нужен 10 долларов. Что, у нас остался Вадик? У меня история стыдная, но очень короткая. Но очень стыдная. Я вспомнил еще одну историю, такую обидную, которую я хотел рассказать. Короче, мне лет 17, я в Новороссийск приехал, честно говоря, не помню, я переехал уже или я еще, ну короче, на лето приехал к бабушке. У меня там бабушка жила. И, а бабушки там на юге, они все тусуются 24 на 7 на улице. Да, с кошками. Они там собираются в конселерацию какую-то и обсуждают новости все. Это вот вам нужно знать. И мы там, короче, что-то тусуемся. И я тоже в какой-то момент иду с утра что-то покурить. Сижу на лавке, ну в конце двора вообще уже. Ну двор наш. И лежат, валяются золотые зубы. Очень сильно внука почувствовала. Валяются золотые зубы. Ну они как, цельные в виде челюсти или просто разбросанные? Просто по отдельности. По одному зубу? Ну короче, как-то не помню, там горсть. Да, как-то зубы, короче, валяются золотые. Я такой... Это прям рэперы. Да, но тогда еще не было рэперов. Тогда еще не было таких. Да, это давно было. И я такой, где тут в амбар? Чик, чик. Да, пошел, сдал эти зубы в амбард. Тяжело было их сдать, потому что там я то пиздюк, то не хотели брать. Тут кровь. Шестерки не принимаем. Шестерки не принимаем. Короче, я сдал зубов тысяч на девять. Ничего себе. В тем временам это вообще нормально. Да. И я гуляю, вечером прихожу домой. Бабушка говорит, а ты не видел? Давай. Золотые зубы. Я такой... Нет. Нет, не видел. Она такая, а, ну ладно. И пошла дальше. Думала, а, ну не драма. Ну типа это ее зубы, не ее чьи это зубы в итоге. Ты не знаешь. Ну это походу ее какие-то были какие-то из ее зубов. Парадные. Из наборов. Это парадные зубы. На Пасху которые. Есть же летние и зимние зубы у старушки. Куда ты деньги потратил? Слушай, да, этот, как он, ну я что-то покупал много всего, знаешь, она такая, блин, да ладно тебе внучок потратить деньги. Я такой, мамушка оставь. Реджем, покупал все, для чего не нужны зубы. Сухари, сухари. На, погрызи. Бабарисок давал ей чисто от внука. Никитас, а у тебя там что-то было? Я хотел рассказать историю, просто важно, если она еще прозвучит, я объясню. Значит, выступала я на стендапе. Платные выступления, там, ну набор комиков, все классические, выступал. И иду уже на метро, парк культуры метро. Догоняют, слышу меня со спины, топот слышу, топот, 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 топот. И какая-то девчонка хватает мне и говорит, стой, мы с тобой бежим с самого стендапа. И подходит ее вторая девушка, ну вторая подружка ее. Это видно, знаешь, две подружки. Одна такая поскромнее, а вторая такая, ну такая. Вот такая, знаешь, смелая больше. Она говорит, ты очень понравился моей подружке, говорит мне. Они, я вижу, молоденькие, то есть мне 35, но я вижу еще студентки, скорее всего. Очень понравился. Я такой, ну понравился, но вот что-то я так воспрял, знаешь, но иду так, что-то с ними разговариваю. И потихонечку, пробивая информацию, я помню, что мы с ними еще дошли вместе до метро, и мы уже курим, болтаем, что-то я спрашиваю, как они там учатся на психологов, какой-то там, в какой-то там московское, как бы мне еще удивило, какая-то номер два, какой-то московский психучилище. Психучилище, грубо говоря, да. И как-то уже дошла до речи до того, что я сказал, сколько они, а вот сколько платят за стендап, вот так, за выступление? Я точно говорю, пять тысяч, я помню, я ей сказал эту сумму. И мы как-то дальше болтаем, и эта подружка, молодец, правильно делает, отпадает чуть-чуть, и я начинаю болтать с той, которой я понравился, которая, я должен сказать, достаточно симпатичная девчонка, такая блондинка, такая, ну, прикольная. И мы едем по эскалатору вниз. Вдвоем уже? Вдвоем. А та едет метров десять от нас. Очень, кстати, осознанное поведение. Да, 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 да. В дистанцию. Да, и мы с ней болтаем, что-то я пытаюсь как-то узнать о нее, разговариваю, разговариваю. Ты бы ту выбрал? Почему? Почему? Потому что осознанное похваление. Так и это тоже осознанное. Не, я так понял, что вот во время перекура, во время перекура она поняла, что можно отвалиться чуть-чуть, потому что мы все время были вместе, а наедине не могли остаться. И вот по эскалатору мы едем вниз, и как раз вот наедине... Сейчас в метро наедине побудет. Вот эти полторы-две минуты, да. И мы с ней разговариваем что-то, и в конце уже как спустились на перрон, и я уже как бы набираюсь смелости, я говорю, ну, давай как-то обменяемся какими-то контактами, чтобы можно было продолжить общение. И она смотрит на меня и говорит, я передумала. Я в шоке. Ну, как, я не то что в шоке, но мне неприятно это слышать, как мужчина. Я передумываю, я думаю, а что я сказал вообще? Что произошло? Сколько мы там спускались, что я никакой голубой не сплюнул, не харкнул, ничего такого, знаешь, физического. Она говорит, я передумала... У тебя на усах сопля измельника. Да, и она... Блин, я поверил. У меня было такое, у меня было такое, я как-то часов в 6 вечера поняла, у меня сопля на усах, а я и Айкос ходил, покупал, я говорю, почему никто мне не сказал? Но тут не было такого. И она еще в конце мне такая смотрит и говорит, ну, это не из-за пяти тысяч. Я такой, да, ты вообще меня убила сейчас, странно, что мне думать? И, в общем, я, почему я вспомнил, я ее позавчера нашел в Тиндере. И что? Поставил лайк. Сопля под носом. Поставил лайк, она пока мне не ответила. Но это не из-за пяти тысяч. А не было такого, что ты нашел ее в Тиндере, чуть-чуть пролистнул, и там вторая подруга ее чуть дальше была. Ждет 10 метров. 10 метров. Напиши мне та подруга. Но на самом деле, с ее стороны очень некорректно вот так прям говорить. Она могла сказать, давай обменяемся, и потом мне это читать. Да, да, но видишь, она психолог, она такая, видишь, ну, то есть. А, она психолог? Она учится на психолог. Да не наделяй ты ее вообще никакими лишними смыслами. Может, она какать захотела просто резко, и все. Как оброчено, все. Мне нравится эта версия. Да, я помню, у нее еще такие большие глаза. Уранька делала еще наверху, все. А та сзади шла, она от этого уже воняла. Она такая, бля, по всю дуту вообще. Блин, спасибо вам большое. Я так рад, что я рассказал, вау. Она подтвердила, вот так шла, не бойся. Все, я буду вам звонить, когда мне надо будет унизить кого-то. А тебе все, ой, как все может быть просто. Пацаны там голову себе ломают, что не так. Букет, может, дешевый, может, не в то место отвел, еще что-то. А она срать хотела. Вот и все. Жесть вообще. Ты мне сейчас вообще глаза открыла. Пол жизни у меня перевернулась, реально. Вот эти все ситуации, когда женщина едет к туалету, я такой, да стой ты, да? Женщина может не пойти на свидание, просто потому, что вот у нее сейчас, не знаю, прыщ под носом, например, просто не пойдет. Вот и все. Вот его никак не замажешь. Все, пунктик, и тут, знаешь. Не в тебе вина. Ну да, да, да. Я один раз с аппендицитом неделю еще встречался. Мы, по-моему, в детское свидание было. Просто держал его рукой. Не сейчас, не сейчас. Бинты меня просто, и все. Это очень смешно. У меня был парень в детстве. Он был очень... Мне всегда какие-то маленькие попадались. Я почему-то... Ну, у меня невысокий рост. У меня какие-то все шипзики рядом со мной были. У меня была длинная шуба. Я ходила на свидание на полусогнутых ногах. Что такая была крепатура в ногах. Ты как Галустян. Да, Галустян бабушка все равно уж чисто ходила. Вот так вот. Просто так вот. Как смешно. Представляешь, чтобы ему было не неловко. Ну да, да, да. Берегла самооценку чью-то зачем-то. А потом оказалось, что... Надо бы сказать, давай ты будешь по бордюрам ходить, а я вот буду, блин, пускай... Ну, вот это... Как будто больше парни комплексуют поводы своего роста, чем женщина. Может быть, каблуки... И женщины тоже очень часто... Каблуки, может быть, парням надо носить. Но ты же всегда смотришь, как на тебя смотрит общество. Они как бы... У тебя объект не важен. Ты же... Ну, в детстве, грубо говоря, там, в юношестве ты встречаешься там с парнем, потому что ты хочешь оценки общества. У нее появился парень, и вон какой. А если ты встречаешься с парнем, который, ну, знаешь, такое... Ну, то как бы приходится идти в ухищрение. Ну, тогда, да, как обычно, дело опять не в парне. Ну, и не в женщине. Ну, если мы перешли в тему женщин, свиданий и сексов, я могу рассказать одну очень крыжовую историю свою про секс. Короче, была у меня одна девушка... Ну, это даже не отношения были, это скорее были свободные отношения, просто секс. И мы с ней встречались, выпивали вина, что-то там, занимались сексом, и расходились. Вот такой у нас был этот. И, короче, однажды, я не знаю почему, мы подыпили, и я такой, а что, может быть, ну, попробуем что-то какие-то там удушения, какие-то вот легкие вот такие штуки. Скучно стало чуть-чуть, да? Ну, типа, да, давай поразнообразим что-то. Она такая, ну, давай. Сразу душить. Ну, и что-то я там чуть-чуть подушил, чуть-чуть что-то попиздил. Ну, ничего, ну, типа, вообще никакого смысла. Вообще, я не понял прикола такой. Ну, и все, и забыли. И все, я пьяный, мы продолжаем дальше сексом заниматься. И в моменте она сверху, я снизу, и она как въебала мне. И я забываю, и я вот так подскакиваю, и у меня член стоит, и я вот так стою. Ты охуела! Мя сейчас собрала, ушла. Она такая... Ты что, ты что, ты же сам просил. Когда я тебя просил? Вот так вот с членом. Бля, как круто это слышать. Она такая, ну, мы же договорились. И я, ну, в моменте я начинаю осознавать, и у меня вместе со злостью член аж такой... Все, 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 агрессия падает. Знаешь, он мне тоже в кулаке вот так был. Я его в кулак сжал. Кровь обратно в сердце. Кровь в сердце, я бы думал, да. Вот этот мой, представляете, насколько она охерела вообще с моей реакцией. Болтается вот так. Ну, ты тоже не преувеличивай. Прям вот так. Она прям прям... Ты не видел в Анапе вот это, где бить? Это мой же стоит. Ох, как смешно. И она такая там... Ну, все, короче. Она, конечно, обиделась, все, расстроилась. Я сам охерел, потому что я реально... У меня выскочило из головы. Но она еще так сильно и так неожиданно ударила. Это не просто было там, знаешь, она прям въебала мне. Ох, хорошо. И я такой... Это жесть была. Фух. А как, ну, какого выхода... Как можно было это сгладить после всего этого? Типа, извиниться, я не так понял. Но уже все равно, я понял, появилось... Ну, там невозможно. Слушай, ну, надо делать предложение уже после такого. Мне кажется. Да, вот так надо было сделать. Я вот так скакиваю. Я говорю, ты охуела, почему ты еще не моя жена? После такого. После такого счастья. Сто процентов. Это уже свободные отношения не могут быть после такого. Ты охуела? Это разве удар? Биту взял. Мы же договариваемся. Мы же договариваемся. Она немножко... Она тоже. Какой мужчина. Она же тоже. Ну, для нее это было. Представляешь, как она? То есть, она что-то в себе переборола. И, видимо, знаешь, вот это бывает, когда от неловкости бывает вот... Ну, у нее, знаешь, рука зашелезнилась вот эта. Знаешь, когда ты, ну, не расслабленный. А может быть, она... Это вообще, знаешь, какая-то скрытая обида, которая два месяца назад у нее на что-то... Да нет, вот эта обида, которая была пять минут назад. Если сколько-то у вас я длился. А, думаешь, да. Потому что, да, это как... Ну, я не знаю, ты не говорил ей при этом, вот так нормально, вот так нормально? Нет. Нет, ты просто пиздил ее, да? И она такая, нихуя себе, он меня пиздит, блядь, сейчас мы перевернемся, я тебя так въебула. Да, может быть, действительно. Сейчас феминистки будут писать, правильно сделала. Что, не знаю, вот мужчина с голым членом вообще прям устрашающе выглядит. Ну, и как ощущения в целом, Макс? Как вообще? Да мне не прикольнуло, я не понял вообще, в чем прикол. Придушить? Я реально не понимаю. Ну, шлепнуть можно там. Не, не, я никогда никого не душил, я просто избанально боюсь. Ну, мало ли, что-то я там переживаю. Я помню еще фильмы-ксена, помните, которая там нажимала, и человек через 30 секунд думает, ну, что-то я сделаю, как человек умрет, не, не, не. Ну, 30 секунд не держи. Просто видишь, когда уже вены, и когда уже глаза красные, и лицо все красное. Я вот так вот пытаюсь душить женщин, и сразу слышу голос судьи. Семь лет лишения свободы. Что, ребзя, надо выбрать нам победителя, выбрать самую ужасную, не ужасную, а человека, у которого хуже всех дела после всего услышанного нами, нужно понять. Ну, по количеству и по качеству, вот, с книжкой у Никитоса, ну, это лично мое мнение, я не настаиваю, книжка, конечно, это... Книжка, да. Книжка, тут ты... Ты какая книжка? Ну, по ощущениям, твоя жизнь хуже всех, на самом деле. Да нет, нормально. Забирай, ладится, это твое. Это твое, это твое, книжка, ну, ты вспомнил. Уже, за хомутик тебя надурили, на, брат, покушаешься. Да, 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 классная история с этим конем. А меня еще отец бил. Да. Вот так все. Все твое, все твое. Реально? Да, да, да. Думаю, что точно. Первый раз в истории, когда выиграл ведущий. Спасибо вам, ребят, спасибо, что пришли. Спасибо. Ты не ведущий, ты несчастный человек сегодня. Несчастный ведущий. С хомутиком в туалете. Да, подписывайтесь на канал, не позволяйте себя обманывать. Ребят, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok